Всем привет друзья, с вами Варчик и в этом видео я вам буду рассказывать как побеждать и как играть на медленных танках в игре World of Tanks. Итак, для начала вы должны в первую очередь понять, что на медленных танках в эту игру все нужно делать очень внимательно и в принципе хоть это и медленный геймплей, но все зависит от того куда вы поедете и насколько вовремя будете все делать. Все зависит от того, насколько удачно в нужный момент вы будете наказывать врага, насколько четко и вовремя вы будете выбирать свой маршрут. Итак, вот мы видим в начале боя, что я еду в принципе на стандартный фланг, где все бодаются, стреляются, убиваются и я сюда еду, потому что со мной есть союзники. Если бы их тут не было, на медленном танке я бы сюда не поехал, а уже размышлял бы о каком-то другом маршруте, куда я поеду. Итак, союзники есть, безопасный маршрут есть, едем бить лицо врагам. И это еще не все. Если союзники здесь будут заканчиваться, то мне нужно будет понять, смогу ли я тут оставаться, либо же мне нужно будет куда-нибудь отползать. Причем это нужно делать будет заранее, поскольку я на очень медленном танке играю. Попутно здесь подставляются враги, стреляют меня какими-то фугасами непонятными. В целом убиваем каких-то дурачков, которые, хоть и не особо на медленных танках, не все, точнее фвшка, допустим не особо медленный танк. Но вот ИС-3, я вообще не знаю что там делал, вот они в принципе не задумались о том, о чем я сейчас говорю, о безопасном маршруте. И ехали в принципе там, где выжить практически невозможно, тем более на первой минуте. Итак, приехали мы на фланг и мы не едем вперед. Мы видим, что очень много врагов поехали на другой фланг, поэтому мы не рискуем ехать на стандартный балкончик, на котором очень часто все играют. Туда я не еду, там где находится сейчас наш ВК-100, потому что, во-первых, я уже объяснил, что там была фвшка, ИС-3 падал, сзади там еще танков куча. Также ВК-шка уже мертвая и на него едет куча танков. И сбоку еще ПТ-шка в кустах стоит. Казалось бы, все тут играют и стандартно ехать нужно вот сюда и здесь бодаться, но в этом бою здесь нет смысла находиться. Я туда, во-первых, могу не доехать, я играю на медленном танке. И мне нужно все время обращать внимание на ситуацию в бою. Насколько бы ни была стандартная позиция или стандартное направление, мне даже на таком фланге, где, казалось бы, все очевидно, мне нужно смотреть и заранее понимать, стоит туда ехать или не стоит. Это самое главное на медленных танках. Поскольку, если я поеду куда-нибудь не туда, то на такой скорости я уже не вернусь. И не факт, что я даже туда вперед проеду. Итак, здесь я хотел поехать правее, но там много союзников, врагов там справа особо нет, они слева были. Я думал, что враги слева сейчас убил ВК-100, который мертвый передо мной валяется. Они поедут рашить. Поэтому я хотел отъехать слева от этого проезда. Я думал, что ВЗ-120 и Т-69, и там еще кто-то был. Они после того, как убили ВК-100, поедут вниз и будут через этот проезд заезжать моим тяжиком в жопу. А я стану с этой стороны заранее. И когда они въедут, мы с двух сторон начнем их убивать. Но я заметил, что они не сделали так. Хотя это было более-менее какое-то стандартное решение. Так очень часто в рандоме делаются. Но все равно этого у меня не получилось. Тут я захотел поехать вперед, поскольку уже никого с этой стороны нет. И если бы я проехал, то все было бы хорошо. Но я бы помог там наверху своим союзникам. Но я не поехал, поскольку засветились слева два танка. Впереди тут еще, я помню, что есть сушка. Но я думал, может она куда-то там отправилась, не знаю, там погулять. Но нет, сидит, ждет. Поэтому ехать туда нельзя. Хотя, казалось бы, уже даже там более-менее безопаснее стало. Но слева еще враги приехали. Поэтому, казалось бы, я нахожусь в дурацком месте. Ничего никакого в плане позиций ничего не занял. Но мне нельзя ехать дальше. Потому что если я туда поеду, я потеряю все. Самое опасное, чего можно добиться передвижением на медленном танке, это того, что вы заедете в такое место, где вас будут убивать с разных сторон. Здесь я стоял и достоялся до того, что сбоку еще танк уезжал. Это тот самый Вазик, который тут катался. Точнее, это еще один. Это не тот же самый. Он выехал здесь. Я его спокойно на ДПМе убил. Хотя, он кумулем с вертухи мне пробил лоб. Рубки. В принципе, у него пробития голдой достаточно, чтобы это делать. Чисто, что не повезло, что он с вертуха на меня пробил. Но ничего страшного. Итак. По-прежнему вперед ехать нельзя. Я тут пытаюсь с Блайдом куда-то сушку попасть. Но она, в принципе, никуда не вылазит. Это сушка. И все равно ехать вперед я не могу, потому что я просто сдохну. А если я сдохну, ну, никак я этим команде не помогу. Вижу, что сзади Чариотер едет за нашей артой. И здесь пытаюсь, в принципе, его встретить. Сейчас он где-то должен вылазить. Тут, в принципе, очевидно, что он вылезет из этой дырки. Я его убиваю. И снова разворачиваюсь в ту сторону, где была куча врагов. Встречать их. В принципе, я весь бой провел вот в этом дурацком месте. Да, конечно, я сильно своей команде не смог поехать на стандартную позицию помочь. Но как я могу туда поехать, если я умру? Если я сдохну, я точно не помогу. Но, тем не менее, я и так уже троих убил, пока находился здесь. То есть, в целом, тыл своего фланга, заезд с кормы своим тяжам я прикрыл. Ехать вперед я не мог, но союзники там что-то подслились. Но это их дело. Тут Т-69 голдой тоже, как с вертухана меня в НЛД, кажется, пробил. Т-69 подставился и разворачиваемся. Колесник стреляет во рту. Он сейчас КД. Как раз мы развернемся. С вертухи пытаюсь в него попасть, но я думал, что он сейчас будет... Почему я стрелял с вертухана? Да, казалось бы, с вертухи это неправильно стрелять. Но, какая моя логика? В том, что он сейчас стрельнет. Стоит на перезарядке. Он не может по мне стрелять, а я разворачиваюсь. Как только я развернусь, он в принципе уедет. Но я развернулся, стрельнул, и он даже не стал уезжать. И мало того, после этого он еще и вперед поехал. Здесь я его выцелю и жду... Жду. Жду, когда он въедет мне в прицел. Стреляю и в принципе... Ну, я не знаю, что он делает. Он в принципе странный. Стрелять у него было очень легко, поэтому я его в принципе и убил. Здесь передо мной еще СУ-130ПМ была. И я еду в принципе его убивать. Вы заметили, что я каждый раз на этом танке, что я делал? Я каждый раз разворачивался в разные стороны. После того, как задефил с одной стороны врага, я разворачивался, ехал, проверял. Что у меня там сзади, поскольку я на медленном танке, и все время кто-то норовит заехать сзади. Но все это нужно делать вовремя. Потому что если врагов спереди будет два, и вы это не поймете, то вы можете развернуться и стать под врага жопой. То есть, если все делать правильно, как я вначале сказал, то все будет шикарно. Я в этом бою делал все вовремя и правильно. Я вовремя разворачивался на врагов. Вовремя встречал их с нужной стороны. Потому что я весь бой смотрел на карту. И не заезжал туда, где я буду в перекрестном. И где мне будут стрелять с разных сторон. Потому что я медленный танк с лобовой, броней и бортовой хороший. Но самое главное то, что я медленный. А раз я медленный, я должен непосредственно близко быть к событиям в бою. Но я не должен подставляться так, чтобы меня непосредственно всегда держали на своем ДПМ. Я не должен стоять так, чтобы враги в меня стреляли по своей перезарядке каждый раз. Я на медленном танке должен играть от своей стрельбы, либо быть в сейве, когда враги стреляют. Я не должен подставляться, тем более под нескольких врагов. Если у вас одновременно стреляет несколько чуваков, вы заехали явно не туда. Если после того, как враг стрельнул, заряжается и он снова может в вас стрелять и просто по КД это делать, то вы где-то не там. Враг должен стрелять только в одном случае, если вы выезжаете на него сами стрелять. Если враг делает это в то время, когда он хочет, значит что-то в бою идет не так. Вы должны контролировать ситуацию, даже играя на медленном танке. Вы не должны находиться постоянно под стрельбой врага. Это враг должен находиться под вашей стрельбой в тот момент, когда вам это удобно. Поэтому нельзя на медленных танках заезжать туда, где вас с разных сторон будут убивать. Для этого нужно смотреть на миникарту и думать, что будет, если вы проедете вперед. Ведь все же очевидно. Итак, что я теперь делаю в бою? Как же победить на медленном танке на большой карте против арты и CDC? CDC в бою не участвовал весь бой. Он ни разу не светился. Представляем, что мы играем против одной арты. Поскольку CDC в тот момент, когда я играл этот бой, я представил, что он АФК. Мы играем против одной арты и когда я светился, убивая последнего врага СУ-130ПМ, я ехал как бы вперед в атаку. Те секунды, 10 секунд после засвета, пока я еще светился, я ехал вперед, делал вид, что я еду на вражескую базу, по флангу вперед атакую. После того, как 10 секунд прошло, я развернулся и вот до сих пор еду на свою базу. Что это такое было и как видит это враг? Враг видит, что вы единственный, кто остался, вы всех убили, против меня арта, и он думает, что я поехал просто вперед на базу убивать его. Что может предпринять в этом случае арта? У него на арте два варианта. Первый вариант это где-нибудь на базе попробовать от куста что-нибудь там подсвечивать, если что сбить там. И второй вариант поехать на мою базу и захватить ее, потому что он едет быстрее, и пока я ползу на его базу, потом я не успею вернуться сбить свою. Потому что арта приедет быстрее, встанет на захват и захватит ее за минуту 40. Так вот, я приехал на свою базу заранее, еще до того, как арта встала на захват. Таким образом, я в принципе надеюсь, что я прочитал врага правильно, и все, что я думал в бою, я сейчас вам уже в принципе рассказал. Я теперь стою и жду, когда арта приедет брать мою базу. Поскольку я сделал вид, что еду на его базу, арта может спокойно приехать, брать мою базу. В принципе, так и происходит. Я дождался, вот арта, и она не стала никуда убегать. Не стала. Стала передо мной, хотя могла бы попробовать, но я сомневаюсь, что она куда-то бы убежала. Она мне довольно-таки неплохо всадила на пол хп, но у меня такой дикий дпм, что арта отправляется в ангар. Все. Теперь. У нас остается 3 минуты 40 секунд. За это время, скорее всего, я не успею доехать до вражеской базы. И за минуту 40 еще и захватить базу. Но я еду вперед в надежде либо CDC встретить, либо, может быть, я не успею взять базу, но на вражеской базе я, может быть, найду CDC. В принципе, все. По бою все свои мысли я рассказал. Какой итог? Что самое главное можно почерпнуть из того, что я сказал? Напишите в комментариях. В принципе, то, что я делал в этом бою, это касается не только медленных танков, но и быстрых танков. То есть, вы должны натренировать это чувство того, что вы контролируете ситуацию, не заезжайте туда, где контролируют вас, стреляют по вам по КД. Вы должны контролировать ситуацию, выезжать в тот момент, когда вам нужно стрелять по врагу, занимать удобные позиции. И все время делать так и занимать такие позиции, чтобы в вас не стреляли с разных сторон. Вот мы находим АФК-шного CDC. И, в принципе, его будем убивать. Это работает на всех танках, но медленные танки страдают сильнее всего. Поскольку на них нужно заранее думать, куда вы едете, что делаете. А на быстрых танках вы можете еще успеть поменять позицию, если поехали не туда. С вами был Арчик. Играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok